Сегодня у нас второе сентября 2015 года. А ну-ка посмотри, это тебе не на Майдан ходить. Только на пилу не бросай, опрокидывай его, кувыркай, на папа поставь его, а потом вперед, а может так подмышку. А было тебе подмышку. Посмотри, волоко может быть у тебя получится. Подмышку потеряет тебя работает. Добровольцы, сколько времени не принимал его, наконец пришел. И оказалось, что 26 лет человеком никто не занимался. Отец мать не научит, говорит, добрые люди научат. Я говорю, это я добрый людь. Вот смотри, после работы думали купаться. Я говорю, вы поешьте сначала, чтобы кровь-то к животу вся прихлынула. Да и охладитесь, и пот пройдет. Я не знаю, вчера они до еды купались? После? После? Но он не ужинал. А? Он не ужинал. После ужина? Он не ужинал, Сергей. А, не ужинал, а вот тут и оно. В прошлый раз он и не завтракал. Тоже ему худо стало. Он не слушается. Он постится все время. Давай. Ну и сейчас ты лежу, он прилег прямо на это на нашу деревню. А вот смотри, как мы пробили еще на просеках. Да. Красота-то какая. Слушай, Никита Андреевич, ты далеко? С матушки пойду. А на заработки? Давай, иди. До обеда целиком отдаю. Давай, сразу заговорит от меня. Пошел. Ну и хочу показать. Утром Сергей пришел, нету где лежит. Что значит лежит? Знобит. Знобит, значит надо жарно гонять. На работу. Пришел и на работе на делянку лег. Я вижу, брат, это не работник. Палатки были здесь. На палатку земля сырость тянет. А у нас тележка оказалась. Дай тележку. Давай, мы ее вытащили с той стороны. Это тачка такая тележка. И вот под оглобью загнали по сучковое это дерево, чтобы оно не опрокинулось. Я говорю, ложись. У тебя здесь немножко скатом. Головка кверху. Только я ему дал свою тряпку. Я говорю, голову-то прикрой, чтобы шею тебе не запалило солнцем-то. Я только последнее у него интервью возьму. Вот сюда, встань с той стороны. Держи, не ты видишь. Балярский. Так. Тебя купать себя не заставлял никто? Нет. Добровольно. Понятно. Дома тебя там не бросили одного, с собой взяли? Сюда, на работу тут. Под присмотром. Да. Сейчас ты сам порешил, что полежать тебе на солнышке? Да. Все, во славу Божию. Чтобы, в случае чего, я алиби. Чтоб какая, говорит, на кран, не пристала чума. Да сейчас отлюбиться не чума. Ну смотри, только если сопрей пока тут до обеда-то. Вот какая здесь потеряет история-то. Тут просто так людей не бросают. Если только он живой и дышит, пусть даже наладом, все равно заберем с собой. Ну что, среди делянки лег и лежит. Вот уже они еще не скажут. Он лукавить не будет, ясно дело. А если уже совсем у него висели не будет, мы на тележке его увезем и в вольере поставим. Собаки будут лаять, лизать, и он встанет, он не вытерпит. Потому что они не кормленные еще сегодня у него. Вот, его это ухватит. Жалко. Ждем. Трактора, это бульдозера нету. Звонить надо. Почему нет? Говорили? Уже давно, что будет в среду. Вот в среду осердник. Значит, на подходе. Вот видишь как, я думаю, что он эти книи выдрал. Выдарит он или нет эти книи. Ну, книи-то они маленькие. Смотри, как-то ее вяжем. Смотри, как-то ее вяжем. Видно, какой пень. Сидеть можно спокойно. А? Сидеть можно спокойно, говорю. Спокойно, да вообще замечательно. Было бы еще повесь арбуз. Нет, не сегодня арбуза. Вот такая погодка у нас здесь сегодня. У нас сегодня второе, что ли? Да. Второе сентября. Картошку копают, а мы всегда после 16-го копаем. Не знаю, правильно это или неправильно. Но все говорят, что неправильно. Неправильно. Потому что она этой покрывается вот этой. Паршой. То есть надо раньше, да? Вот если бы знали, что сегодня у нас что, среда, четверг. Сказали бы, что не будет на этой неделе бульдозера. Ну, мы завтра на картошку подались. Ну, начали бы копать. Все-таки у нас есть кто с нами. Нас четверо. Но, может быть, Витя там отпросил, чтобы с Иванной. Ну, ладно тогда. Все, все. Пойдем. Что делать? Попробую сейчас Андрею брят. О! Все, да, Игорь Михайлович? А? Да все, конечно. Все. Все.